МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Главные идеологи и функционеры нацистского режима. Почему многие из них так и не предстали перед судом? Ещё на Нюрнбергском процессе выяснилось. Некоторым преступникам удалось спастись. Но подлинные масштабы этого явления вскрылись лишь спустя десятилетия после войны. Некоторые эксперты считают, от ответа ушли почти полмиллиона нацистов. Можно ли сбежать от целого мира и куда? Кому и зачем это было нужно? Среди нацистов, которые ускользнули от правосудия, политики, офицеры, врачи. Как рядовые, так и известные всему миру. До сих пор непонятно, каким образом Вальтер Шелленберг оказался в Швейцарии. После 1945 года руководитель военной контрразведки, признанный военным преступником, он спокойно сумел бежать из-за практически окружённого Берлина. Мартин Борман сбежал при помощи ватиканских документов. Как и Мюллер. Были ещё сотни человек, генералов и офицеров СС, управляющих концлагерями, которые точно так же ушли от возмездия благодаря Ватикану. У нас есть копья их паспортов и путевых документов. Известный британский журналист и историк Джерард Уильямс несколько лет прожил в Аргентине и написал книгу о побеге Гитлера. Он считает, что правительство послевоенной Германии знало об уцелевших вождях Третьего Рейха и было готово на подлог, чтобы скрыть правдивую информацию от всего мира. По заказу германского правительства, в 90-е годы был проведён ДНК-анализ останков Мартина Бормана. Результат – да, это точно Борман. Но в качестве образца выступил 83-летний родственник, о котором его семья впервые слышала. Шесть прямых потомков Бормана предложили свои ДНК. Но правительство сказало – нет, у нас есть родственник, о котором вы никогда не слышали. Именно Борман, серый кардинал Третьего Рейха, сразу после поражения под Сталинградом, начал готовить побег всей верхушки Третьего Рейха. Он созвал основных промышленников Германии и распорядился выводить производство на другие континенты. Борман лично вывел более 400 компаний за границу. Через него проходили деньги и золото, которое закладывалось в заграничные банки. Борман в течение долгих-долгих и долгих лет считался пропавшим без вести и вообще неизвестно где пребывающим. В Южную Америку вывели большую часть капиталов нацистской Германии. Жизнь на новом месте была богатой, аккуратной, размеренной. Все как на родине. Шокировавшая весь мир информация о выживших нацистах начала всплывать только после смерти большинства из них. В 1996 году были обнаружены документы, которые якобы подтверждали, что Мартин Борман, нация номер 2, единственной из верхушки немецкого руководства, который избежал Нюрнберга, были обнаружены его следы в городе Оссорно, в котором якобы был обнаружен его паспорт. Журналист Алексей Ковалев провел в Южной Америке 10 лет. Каково же было его удивление, когда он узнал, жил в том же доме, что и бывший офицер СС Вальтер Рауф. В свое время он придумал газовые камеры и на другом континенте сделал неплохую карьеру. Стал правой рукой президента Аргентины Хуана Перона. Вальтер Рауф – это известная личность. Основная его работа, если вы помните, была связана с концертационными лагерями. Он был изобретателем душегубок. Перон называл Нюрнберский процесс позором и активно принимал у себя немецких военных специалистов для развития собственных вооруженных сил. Это копия паспорта некоего Рихарда Бауэра. Есть версия, что Бауэр – новая фамилия Мартина Бормана. В 1961-м на допросах ее назвал бывший гестаповец Адольф Эйхман, главный организатор Холокоста. Нашли и тех, кто в мае 1945-го видел, как Борман садился в поезд со своей охраной. Но заняться поисками порта и геносце так никто и не захотел. На мой вопрос, искала ли наша советская разведка Бормана, один из руководителей разведки ответил таким образом, что на его памяти был только один случай, когда в Парагвае нашли якобы могилу Мартина Бормана. Но как же Борман сумел уйти? Очень просто и по-своему гениально. Ватикан и Красный Крест. Именно через них тысячи нацистских преступников переправлялись из осажденной Германии в Латинскую Америку и скрывались там до самой смерти. Адольф Гитлер избежал смерти. Об этом начали поговаривать почти сразу после конца войны. Вроде бы звучит наивно. Кто мог укрыть врага человечества номер один? С другой стороны, за такую услугу можно было бы назначить высочайшую цену. Американцы допустили побег Гитлера. Я не говорю, что они ему помогли, но допустили, не организовав его преследование. И получили за это ракетные технологии. С течением времени на поверхность стали всплывать совсем уже дикие подробности гигантской аферы. Много оказалось тех, кто инсценировал свою смерть. Думаю, одним из них был самый известный гестапоист, начальник тайной государственной полиции Мюрзен. Его тело было захоронено родственниками в 45-м году. А когда провели эксгумацию, кажется, в 52-м или в 60-м оказалось, что там три разных тела в гробу. И ни одно из них не принадлежало Генриху Мюллеру. Очень вероятно, что Мюллер скрылся в Аргентине. Точно так же, как и знаменитый ангел смерти доктор Менгеле, который проводил в концлагерях жестокие медицинские эксперименты. Он посвятил много времени генетическим исследованиям и опытам. Он покинул Освенцим в форме простого солдата и добрался до Испании, потом на теплоходе отплыл к берегам Латинской Америки. Где не только жил под собственным именем, но даже получил паспорт на свое собственное имя и прогвайское гражданство. Когда Менгеле не мог проводить эксперименты с людьми, он проводил их с животными. У него была большая фазенда под Буэнос-Айресом, где коровы давали по два теленка в год. Исследователи полагают, в Бразилии доктор жил в городе Кандидо-Годой, имел свою медицинскую практику и, возможно, продолжал генетические эксперименты. Тот факт, что в Кандидо-Годой самое большое количество близнецов в мире отчасти это подтверждает. Это феномен, и он позволяет сделать определенные выводы. Оказавшись по ту сторону Атлантики, бывшие военные преступники занимали видные посты и вели светский образ жизни. Многие дожили до седых волос, в достатке и почете. Известный режиссер Карен Шахназар встретил нескольких таких в Аргентине на кинофестивале. Один из организаторов фестиваля в свое время уехал. Ну, понятно, что, наверное, можно было сопоставить. Мы, конечно, документов не видели, но было очевидно. И в Аргентине очень много в то время было. И там несколько десятков тысяч было. Выглядели они неплохо и вполне были довольны жизнью. Восемьдесят пятый год. После войны это сколько лет? Сорок лет? Ну, знаешь, им было лет тогда. По шестьдесят, шестьдесят пять. Они не скрывали, что они участвовали во Второй мировой войне, что они уехали из Германии после войны. То есть те люди, которые живут вот среди нас, которые считаются как бы такими же гражданами, членами общества, на самом деле у них руки в крови. И это люди, те люди, которые совершали убийство и преступления в годы Второй мировой. Одесса. Организация эсэсовцев, выживших после Второй мировой. Цель – помочь товарищам по партии найти себя в новом мире. Благодаря разветвленной агентской сети группы Одесса от правосудия ушли десятки военных преступников. Они уехали из Германии, получили новые имена и новую жизнь в Латинской Америке и даже Европе. Одесса, которая разрабатывала пути от хода высшего руководства военного, партийного, государственного из Германии в нейтральные страны, страны, которые оставались в Северную Северническому долгу в ту же Испанию. Выводили людей в Швейцарию, вводили людей в Италию, ввозили в Швецию, ввозили опять же в ту же Латинскую Америку, в Южную. Фашисты уходили крысиными тропами. Так прозвали агентскую сеть Одесса. Но когда эсэсовцы успели наладить пути к бегству? В 43-й, 44-й, 45-й год они явно готовили себе отступление, они явно готовили себе гнезда, куда бы они могли скрыться. Создавалась сеть, создавалась сеть тайных ходов, подпольных нитей, которые связывали, которые накрыли своей сетью всю Европу, от Швеции до Сицилии и всю Латинскую Америку, от Мексики до южных широт, до самых антарктических широт, Чили и Аргентины. То есть эта сеть была очень развита. Ее так и называли паук. Конечно, вести такую хитрую игру мог только гений разведки и шпионажа. Такой человек в Третьем Рейхе нашелся. Во главе паука стал Отто Скорцени, галпшемфюрер, бывший сорвиголова, такой Гитлера, диверсант номер один Германии. Именно Скорцени разработал и осуществил эвакуацию фюрера Третьего Рейха из осажденной Германии. Так считают некоторые историки. После войны гений немецкой разведки попал в плен к американцам и долгое время сотрудничал с ними. Я думаю, он уехал в ближайшем окружении с Мартином Борманом и еще рядом высокопоставленных офицеров, которых так и не нашли. Американские колонии в Аргентине, в Чили, в Парагвае, они до сих пор существуют. Это закрытые городки и туда трудно прорваться. Нашему соотечественнику Алексею Ковалеву удалось побывать в одном из таких мест. В 1996 году он случайным образом оказался в колонии Дегнидад, немецком анклаве на территории Чили. Это поселение было основано Паулем Шефером. Во время Второй мировой он служил медиком в гитлеровской армии. Известно, что до конца двухтысячных в Дегнидаде жили по законам Третьего Рейха. В 2006 Шефер был арестован по обвинению в пытках и насилии над детьми. Поговаривают, что на территории колонии пропало множество людей, неугодных чилийскому правительству. И непосредственно Шефер приложил к этому руку. Колония Дегнидад существовала на территории Чили вне юрисдикции законов этого государства. Полувоенная зона площадью 17 тысяч гектаров была обнесена колючей проволокой и строго охранялась. И когда мы пообедав сказали, что хотим познакомиться с хозяевами Дегнидад, нас спросили откуда мы, когда сказали, что мы из Москвы, из России, нас тут же попросили покинуть территорию. Ковалев спасся чудом. Ведь за 10 лет до его путешествия в окрестностях Дегнидад пропал советский математик Борис Вейсфеллер. Нашлись даже свидетели его похищения. Но полицейское расследование ни к чему не привело. И когда мы уже сели в машину и поехали, то с аэродрома, маленький аэродром, там авианетки в основном взлетают, взлетело несколько самолетов и сопровождали нас не один десяток километров, сменяя друг друга. У них были, кстати, эти самолеты и вертолеты в системе охраны, и там, куда они не долетали самолеты или вертолеты, было специальное подразделение, охранное подразделение на лошадях с собаками. Возможно, англав Дегнидад стал той тихой гаванью, где нашли пристанище фашистские военные преступники, в том числе и высочайшего ранга. Предполагаю, что именно там и скрывался ошел гестапо Мюллер, именно в этой колонии Дегнидад. Эта колония была опасна, потому что они ведь не только там жили, они там издавали газеты, они издавали литературу насильского содержания, которая потом распространялась не только по Чили, а по всему миру. Преступный анклав в Чили это не фантастический роман, а реальность. И мест таких на карте Южной Америки не так мало. В архивах Аргентины до сих пор хранится письмо президента Перона. Национал-социалисты из Германии в Барилочи обладают такой же властью, как и я сам. Барилочи это такая неофициальная столица аргентинских немцев. она остается таковой до сих пор. Очень интересное место. Здесь нашли приют многочисленные военные специалисты и ученые нацистской Германии. Здесь работали над аргентинским атомным проектом. Создавали бомбу, обучали военных. Было очень много немецких технических специалистов в войсках Латинской Америки. Было очень много поставок вооружения из Германии, прежде всего авиация. И были налажены связи между военной элитой германской и латиноамериканской. В то время, когда по всей Европе нацисты скрывали свое прошлое и как могли спасались от преследования, на другом берегу Атлантического океана их бывшие соратники ни от кого не прятались. Как мы видим, выжившие нацисты принесли пользу не только южноамериканским режимам. Немецкими разработками активно пользовались спецслужбы США. В итоге бывшие эсэсовцы внесли большой вклад в дело падения своего главного врага СССР. И еще в США вышла книга мемуаров шефа гестапо Генриха Мюллера. В ней глава тайной полиции или тот кто подписался его именем утверждал мрачные концлагеря Бухенвальд и Освенцем не более чем выдумки советской пропаганды. Эту книгу покупали и скорее всего кто-то даже принимал слова Мюллера за чистую монету.